Приехали на дачу в городе. Красота, да? Приобрести зеленую дачку с таким видом. Какая красота, невообразимая. Между ведомствами, если вдруг ему понравился конкретный, как это называется, эскиз, конкретный образ дома, он его, значит, выбирает, далее уже работает непосредственно с архитектором. Но архитектор уже делает ничего не нужно. Главное, строго следовать инструкциям. Для каждого конкретного дома Сталин написал те самые инструкции или, как еще это называли, рекомендации. Закройте все. Комната, да, такие? Выкат на улице везде. Вот эти двери кругом дублируются. Даже, смотрите, цветочки растут. Круто. Красота. Пальма. А, тропики. Другой вопрос в том, что он сам придумывал правила, сам уследовал. А психологи современные говорят, что это явно обсессивно-компульсивное расстройство. Что, нумеровать мебель в доме, в котором ты живешь, это как минимум ненормально вообще. Плюс ко всему прочему, он терпеть не мог лишних деталей в интерьере. То есть, никакой вазы с цветами, никакой картины, даже фотографии детей. За исключением интеллектронных аппаратов и одной радиолы, которая стояла в той гостиной, лишнего не было ничего. Это не просто потому, что мы убрали или нет. Это правда. Потому что лишнего не было, на самом деле ничего. Он не понимал, какую полезную функцию, допустим, несет картина на стене, фотография детей или ваза с цветами. Ну вот, полезности не покончил, поэтому зачем оно здесь нужно. Ну, опять же, те же самые первые историки говорят, что... ...как бы глазки загорелись, не удержалась, спросила папочка, что это за деньги. Папочка сказал, что это за годы за последние 15 лет. Удачи! Красота! Да! Это месяц один, это 2 с половиной тысячи рублей. То есть, средняя зарплаты 32 тысячи, а ей месяц нужно 05-050,0 тысяч, опять же, не для цветового. А здесь у них будет больше нет. Ну, два брата, в общем-то, разные отцы и все отцы, ответы на сердце. Что касается Василия, у него был от этого предприятия жены.